Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм. Той, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Завожив о плаке мертвых, разбивая молнии», благодаря нашему гуру-учителю Психфармычу, многие критикуют, что я с ним разговариваю, ну а как не поговорить со своим научным руководителем, понятно, обязательно нужно все говорить, тем более, что он поддерживает наши планы. Сегодня для вас очень такая впечатляющая, я бы сказал, лекция «Боюсь тревоги и нарушений сна», что будет. Действительно, очень и очень частая ситуация, поверьте моему практическому опыту. В чем она состоит? Она состоит в том, что люди часто страдают тревогой. Есть тревожные расстройства, посмотрите, у нас есть плавец лечения тревоги, там рассказывается про разные тревожные расстройства, в целом это гидро. Я думаю, что вы уже привыкли, поэтому пересказывать не буду. Внизу у нас две тормозящие системы, активность падает, ну и поднимают голову самые различные системы нейронов. Беда состоит в том, что среди этих нейронов есть те, которые у нас отвечают, сильно достаточно отвечают за сон. Прежде всего, конечно, это гистаминовые нейроны. Обратите внимание, чем больше активность гистаминовых нейронов, тем больше напряженное бодрствование. Это не просто бодрствование, которое человеку нравится, которое он приветствует. Это напряженное бодрствование. Напряженное, связанное с тревогой. Да, конечно, у гистамина есть и гистаминовых нейронов, и другие функции, которые тоже, поверьте мне, они не добавляют на человеку хорошего состояния. Здесь на картинке их видите. Надо вам сказать, что ацетилхолиновые нейроны вносят тоже свою лепту. Все знают, что ацетилхолиновые нейроны – это наша с вами память. Поэтому, когда ацетилхолиновые нейроны повышают свою активность при тревоге, то в голову начинают лезть всяческие воспоминания. Ну, и эти повторяющиеся воспоминания могут быть даже навязчивыми, как при посттравматическом стрессовом расстройстве. Ну, и самое важное, что во время сна ацетилхолин увеличивает продолжительность той фазы сна, в которой приходят сновидения. Причем эти сновидения могут быть необычными. Таким образом, если у нас с вами повышается активность гистаминовых ацетилхолиновых нейронов, вы будете плохо спать, ну, конечно, у вас будет тревога, и вам будут сниться всякие кошмары, если вы будете в этот самый сон все-таки проваливаться. С утра вы будете вставать невыспавшееся, он будет зудеть все тело, вы будете испытывать гнев и раздражение. Конечно, в этом состоянии надо идти к психиатру. Это все, я думаю, понятно. Часто получаем такие послания, что делать, что делать, идти к толковому психиатру, потому что тревожное расстройство лечат прежде всего психиатры, ну, и шанс вылечиться при наличии психиатра рядом, он, конечно, больше, чем если вы будете заниматься самолечением. Тем более, что, вообще-то говоря, лечение тревожных расстройств не представляет вообще никакой проблемы. Более того, тревожное расстройство, как правило, излечивается. Это не значит, что они потом не могут рецидивировать, там, скажем, через несколько лет, но и через несколько лет, если будет рецидив, они тоже излечиваются. Ну, а куда мы это знаем? Это вот Стивен Байклштальт, ну, тоже гуру своего рода. Ну, конечно, по меньшей уровне, чем психфармач, но хотя бы потому, что он живет в Америке. Так вот, он много лет уже тому назад, аж 25 четверть века, он уже распределил все тревожные расстройства по нейронам. Вот он, например, знает, что для определенных, ну, например, там, скажем, панических расстройств, возникновение панических расстройств связано с тем, что серотониновые нейроны, вот эти самые тормозящие тела, тела, вот ядра которых находятся в области шва среднего мозга, вот они перестают работать, и, соответственно, их аксоны, которые идут в область лимбической корыги по кампо, они перестают выбрасывать достаточное количество серотонина, там ситуация не управляется, ну, и пошло и поехало. Поскольку это все серотониновое расстройство, то понятно, что нужно назначать селективный ингибитор обратного захвата серотонина, их целых шесть, есть из чего убирать, так что никаких проблем нет. Назначаем селективный ингибитор обратного захвата серотонина, повышается активность серотониновых нейронов, ну, и сразу возникает контроль над этими головами гидро. Надо вам сказать, что то, что я вам сейчас рассказываю, это вроде бы как чистая тюболь, а кто-то скажет, а на практике-то это как? Так, именно для этого мы проводим опросы общественного мнения среди наших зрителей, заходите на вкладку сообщества, задаем самые разные вопросы, там, принимал препарат, и он помог, не помог, затрудняюсь с ответом, ну, и подсчитаем количество голосов. Задавали также вопрос, принимал препарат и переносил, хорошо, плохо, затрудняюсь с ответом, подсчитаем число голосов, потом это все статистически обрабатываем. Почему я говорю, что вот то, что я вам рассказал о том, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина помогают, в общем, это отразилось и на результатах опроса зрителей, то есть это не то, что я придумываю, а наши зрители свидетельствуют о том, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, как группа, в целом они помогают чаще, чем остальные препараты, чем остальные препараты из разных групп. Кстати, посмотрите, мы создаем новую классификацию антидепрессантов прямо на ваших глазах. Самое главное, что они хорошо переносятся, эти селективные ингибиторы обратно в захват серотонина. Это не наше утверждение, так утверждает наша зрительность. То есть, по сравнению с другими препаратами, они переносятся куда как лучше. Почему они переносятся куда как лучше, тоже простой вопрос, потому что мы уже сделали классификацию по переносимости, разделили их на категории, на 6 категорий. Причем, чем меньше категория, там первая, вторая, это самые лучшие категории. И эти категории зависят от того, насколько нейрональных систем действует тот или иной препарат. Потому что, на самом деле, побочные эффекты это те же самые терапевтические, только вид сбоку, когда они нам не нужны. Поэтому, чем уже действует препарат, чем на меньшее количество нейронов он действует, тем он, переносимость его лучше. Вот, например, переносимость всех СЗС, они выделены красным. Это, так называемая, вторая категория переносимости. То есть, очень и очень хорошая. Но, к сожалению, среди больных с тревогой встречаются люди, и я их совершенно не осуждаю за это, которые особо чувствительны к бессоннице, особо чувствительны к возбуждению. Это побочные эффекты селективных ингибиторов обратного захвата серотомина. Почему они вызывают бессонницу, первоначальное усиление, тревоги, смотрите, у нас есть об этом ролике. Но, тем не менее, вот когда начинается активность серотониновых нейронов, я как-то рассказывал, просто есть разные гипотезы. Ну, на самом деле, мне нравится следующая гипотеза. Дело в том, что при конкретном паническом росте, при конкретном тревожном расстройстве понижается активность серотониновых нейронов в определенной области головного мозга, а селективным ингибитором обратного захвата серотонина все равно они действуют на все области головного мозга. Там, где серотониновые нейроны, они есть везде. Везде их активность повышается, в том числе и в тех областях, где она, собственно говоря, и не нарушалась. Ну, отсюда начинается перевозбуждение и бессоннь. И вот это очень и очень страшно многим людям. И действительно, вот мой опыт говорит, что люди очень напряженно воспринимают, что будет у меня со сном. Почему? Ну, потому что со сном связаны всякие верования насчет того, что если ты плохо спишь, то ты, соответственно, будешь там плохо работать, повредишь своему здоровью. Это вовсе не так. То есть в мире были очень и очень известные люди, ученые, которые достигали высоких степеней, которые совершенно отвратительно спали или даже вообще не спали, что, в общем, им мешало, понятно, но не до такой степени. И когда вы приходите ко врачу, то вы начинаете, вот именно я имею в виду, такие люди начинают жаловаться и сразу спрашивать, а что будет со сном? Ну, и вот тут вступает взаимодействие между вами и психиатром. Надо вам сказать, что психиатры мало чем отличаются от больных с психическими расстройствами. Они такие же люди. Ну, если к ним приходит человек, который говорит, «Ой, боюсь, боюсь бессонницы». О чем должен думать психиатр? Психиатр тоже сам может бояться бессонницы. Он такой же человек, как и вы. И тогда этот психиатр будет назначать те препараты, которые гарантированно будут у вас вызывать сон. Вот они здесь, эти препараты, перечислены. Обратите, пожалуйста, внимание. И все они относятся к низким категориям переносимости. Я скажу чуть позже. Почему? Ну, потому что они действуют на те нейроны, которые на самом деле не нужно для того, чтобы вас лечить. Ну, действительно. Вот у вас нарушился там тревога, нарушился сон. В чем причина? Причина состоит в тревоге. Серотониновые нейроны, их активность надо повышать прежде всего. Но есть препараты, которые наряду с повышением уровня серотониновой активности подавляют активность гистаминовых нейронов. Отсюда возникает сонливость, утомляемость, ну, там, повышение аппетита, увеличение массы тела, ну, и понижается активность серотониновых нейронов. Значит, мало того, что у вас сонливость, у вас еще сон углубляется. И на самом деле, вот это многим людям нравится. Они, собственно говоря, этого и пытаются добиться. Мы говорили об этих препаратах и говорили о том, что эти препараты нами включены в группу ингибиторов обратного захвата серотониновых и норадреналиновых нейронов. Не все. Есть еще вторая группа. Чем эта группа отличается? Эта группа отличается тем, что они повышают активность серотониновых и норадреналиновых нейронов. Концепция плюс-д, некоторые еще действуют на дофаминовые нейроны. Но, значит, если мы посмотрим на то, как вы их оцениваете, то вы их оцениваете, в общем-то, следующим образом. Они не помогают реже, чем другие. То есть, они надежные. При их назначении не прогадаешь. Но вот переносимость у них, в общем-то, средняя. Помните, это влияние на совершенно лишний гистаминный ацетилхолиновый нейрон. Почему у них эффективность очень-очень хорошая? Они ингибиторы обратного захвата. Мы говорили о том, что это эффективный механизм действия. Он прямой, потому что вот есть таблетка, которая вмешается в этой самой дорожке. Дорожка, это грузовички ездят, захватывают обратно в нейрон нейромедиатор из межсинаптической щели. Эта дорожка блокируется. Нейромедиатор остается в межсинаптической щели, повышается активность нейронов. Но, еще раз говорю, переносятся эти препараты достаточно плохо, потому что влияют на лишние ацилхолиновые гистаминовые нейроны. Они в этой ситуации являются избыточными. То есть, нам достаточно было селективных ингибиторов обратного захвата, серотонин. Что с этим связано? Люди начинают удивляться. Мне назначили препарат, мне стало спокойнее, все хорошо, но я стал разъедаться, потому что гистамин, это не только у нас с вами возможность хорошо спать, но это и возможность достаточно быстро насыщаться. Люди, будучи непредвижденными, об этом начинают разъедаться, у них увеличивается масса тела, приходит какая-нибудь дама, которая поправилась там на 20-25 килограмм и смотрит на тебя с большим удивлением. Препарат-то вроде бы помог, а вот зачем такие побочные эффекты, а кто в этом виноват? Зачем было нагнетать обстановку и говорить своему доктору о том, что очень боишься тревогу, очень боишься бессонницы. Не надо этого было делать, он назначил препараты, которые не подкачают, но одновременно, которые дают множество побочных эффектов. Лучше, еще раз говорю, потерпеть, потом все нормализуется, потому что тревога пройдет, нормализуется работа нейронов, и вы будете нормально спать. Теперь ацетилхолиновые нейроны, там тоже нарушение памяти, нарушение зрения, нарушение мочеиспускания, запоры, нарушение ритма сердца, да, бог весть что, бывает. Соответственно, это тоже жалуются, ну, конечно, уже люди постарше, ну, и иногда психиатр в таких случаях, когда приходит пациент, который говорит, ой, боюсь, 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 бессонницы, назначают антидепрессанты, действующие за счет рецепторов. Вот здесь красно выделены те препараты, которые назначаются в таких случаях, это трозодон, это мертозапин и агамелатин вальдоксан. За счет чего действуют трозодон и мертозапин? Да, в принципе, за счет все тех же гистаминовых нейронов, подавляют их активность. Как влияет вальдоксан на сону, рассказывать не буду, есть целый плелист вальдоксан, пожалуйста, посмотрите, там все есть. В чем состоит беда от назначения этих препаратов? Вот если от назначения селективных ингибиторов, прошу прощения, не селективных, если от назначения ингибиторов обратного захвата теротонина, норадреналина и иногда плюс Д, вы будете проигрывать, прежде всего, в переносимости, то в этой ситуации вы можете проигрывать и в переносимости, и можете проигрывать и в эффективности, потому что при тревожных расстройствах эти препараты не помогают вовсе. Откуда мы это знаем? Мы это знаем, потому что мы опрашивали вас, наши зрители, и зрители пишут о том, что не помогают эти препараты. То есть эти препараты, в общем-то, являются слабыми. Почему они являются слабыми, тоже рассказывали. Сложный механизм действия. Механизм действия через рецептор. Эти рецепторы находятся на разных нейронах. Взаимодействие между нейронами, это всё вот так. Это всё очень непрямой механизм действия. Соответственно, и возникают определённые проблемы. Поэтому, что я вам хочу пожелать? Вам побольше всё-таки, ну, такого, я бы сказал, реализма. Беседуйте вы с психиатром, вы всё-таки перед тем, как разговаривать, вы взвесьте, чего вы боитесь больше, чего вы хотите больше. Вы хотите больше, чтобы вы заснули и забылись, при этом там расползлось у вас тело. Или вы хотите принимать какие-то препараты, которые вас будут усыплять, но не будут лечить тревожное расстройство. Если вы хотите полечить свою тревогу, может быть, придётся потерпеть пару-тройку недель. У вас гарантированно сон нормализуется, и всё будет нормально. Так что, как говорится, вам выбирать. Ну, и я очень хочу, чтобы вы выбрали правильно. Ну, для того, чтобы выбирать правильно, вы знаете, что надо делать. Всегда смотреть Психфарм ТВ, быть подписанным на Психфарм ТВ, комменты, лайки, становиться спонсором Психфарм ТВ. Хотите отблагодарить нас за этот практичный ролик, в описании вы найдёте реквизиты счёта. Ну, и до новых встреч. Психфарм ТВ